Следующий фактор, третий фактор развития разума, это практика здоровых привычек и регуляция своей жизни. Часто люди живут спонтанно, когда захотел, когда поел. Что сделал, что захотел, то и сделал. Человек должен учиться регулировать свои поступки, иначе он не будет развивать разум. Разум не будет развиваться, потому что разум предназначен для того, чтобы регулировать поступки и желания, а не для того, чтобы идти на поводу своих желаний. Некоторые люди объявили, что мы стремимся к свободной жизни. Свободная жизнь для них означает, что я делаю все, что хочу. Но они не знают, что хочу, то, что я хочу сейчас, это идет не из моего настоящего желания, а это идет из моей прошлой кармы. Любое желание, которое приходит в нашу жизнь, оно уже родилось раньше из наших поступков. Поэтому свободная жизнь не означает идти на поводу своих прошлых поступков, а означает делать то, что надо. Это и есть свободная жизнь. Но то, что надо, всегда не соответствует нашим желаниям. Наши желания всегда идут наперекор тому, что надо. Бывает, что у человека хорошее желание в жизни, бывает. Но все равно он должен делать то, что надо. И прежде всего руководствоваться тем, что надо, а не своим желаниям. Даже если желание полностью совпадает, надо все равно идти на поводу желаниям. Потому что это приучает человека жить неправильно. Если ты всегда делаешь так, как тебе хочется, значит, ты никогда не делаешь так, как надо. Или чаще всего не делаешь так, как надо. В этом заключается проблема. Например, девушке хочется сладкого вечером есть. И она тем самым портит свою жизнь. У нее лицо становится осморченным. Она полнеет. У нее нарушаются термональные функции. У нее появляется обмечивость. И так далее. Много проблем. А сладкую пищу и женщине есть надо. Но утром. И утром его можно сладкого есть сколько душе угодно. Нет проблем. Но не вечером. Вечером вообще нельзя есть сладкого. Женщинам особенно. Потому что это разрушает их жизнь. Посмотрите на себя в сетках, сфотографируйте себя. И начните две недели и сладкое по утрам и вечером есть. Потом пять сфотографируйте. Посмотрите разницу. Вы увидите, за две недели уже произойдет разница. В лице. В внешнем виде.